Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать гостевой дом, который находится по адресу улицы Колхозная 73а, показать номера, двор и показать обстановку вот прям южную-южную, куда вы можете спокойно приехать на отдых без всяких сомнений. Вот он у нас находится напротив Геленджийской бухты, пансионата. Здесь в районе вся инфраструктура, магазины, рестораны, такси даже вот мы видим. И здесь, кстати, самое офигенское вино и чача. Именно этот гостевой дом продает, поэтому вы можете спокойно обращаться ко мне, я вам дам номер телефона, и вы спокойненько возьмете себе самое вкусное вино, которое я пробовала в Геленджике, это вот именно продают здесь, в этом гостевом доме. Давайте лучше сразу пройдем в гостевой дом, и я вам покажу номера. На территорию нашего гостевого дома здесь очень много деревьев фруктовых, мне очень это нравится, и все так вот прям по-домашнему, прям как вот юг-юг, прям ассоциация юга. Здесь у нас номера люксы, я обязательно на обратном пути зайду и покажу. Сейчас в первую очередь я хочу показать экономы, кухню, которая летняя кухня для всех номеров, и зону отдыха, и мангальную зону. Так, вот здесь у нас кухня, она чуть-чуть еще не подготовлена, здесь маленький бардак, зона приготовления пищи, там будет телевизор, то есть подсветочка, полностью вся посуда здесь имеется, но это еще все уберется, и все приведется в порядок. Здесь у нас экономы, то есть на первом этаже все номера двухместные, зона барбекю, здесь вы будете отдыхать, естественно, это все накроется скатертями, вы будете кушать. Так, на первом этаже у нас несколько номеров, все двушечки, и санузлы у нас идут здесь, то есть это два душа и туалет вместе с душем. На втором этаже у нас все трешечки, они все одинаковые, и еще один туалет будет на втором этаже. Я предлагаю сейчас пройти, посмотреть конкретно, не знаю, открытый душевый, а вот, да, это у нас душевые, ну, то есть стандартная зона принятия душа. У нас душ, туалет, то есть здесь совмещенный, здесь душ, туалет, на втором этаже туалет и две душевые, здесь тоже на втором этаже. В общем, это все здесь на первом этаже есть, я вам покажу номера, номера вот такие двуспальные кроватки, тумбочки, телевизор, шкаф, все, перейти переночевать, телевизор, и, в принципе, больше ничего не надо, они поэтому и в такой цене дешевые. Здесь до моря очень близко, это лентяй надо, чтобы сказать, что до моря здесь далеко. Здесь также двуспальная кровать, вентиляторы, тумбочки и шкаф, да, телевизор, ну, все по минимуму, по минимуму, за счет этого оправдывается цена. Сейчас хочу подняться на второй этаж и показать вам сразу трешечки. Трешечки все одинаковые, поэтому я вам покажу всего лишь один номер, и вы уже поймете, о чем я говорю. Здесь у нас покроется скатертью стол, здесь вы будете отдыхать, кушать, сидеть, проводить вечернее время, выходит на частный сектор здесь у нас. Так, и здесь получается, и так, здесь у нас санузел один, да, на эти номера. Вот такой номер, здесь трешечка, три раздельные кровати, при желании их, конечно, можно сдвинуть. Здесь есть уже кондиционеры, шкаф, владельная доска, телевизор. Телевизоры, как я слышала, все хотят поменять. Вот, поэтому, да, вот они номера, у вас будут тут свои столики около каждого номера, холодильники. Сейчас предлагаю пройти на второй этаж, где у нас люксы, и показать уже там. Предлагаю пойти на второй этаж, который мы прошли, и покажу там номера. А потом пойдем прямо вот сюда, в этот отдельно стоящий. Сейчас поднимаемся на второй этаж, и покажу номера здесь, которые имеются. Мы зашли на второй этаж, здесь у нас люксы. Здесь у нас, получается, двушечки и трешечки. Это двушечки, комплектация, двухспальная кровать, тумбочки. Есть балкончики, холодильник, телевизор, телевизоры поменяются, кондиционер. Есть здесь шкаф. Ну, я вам сейчас более подробно покажу другой номер, потому что он светленький, а здесь просто все зашторено. Ну, в принципе, думаю, понятно. А потом покажу трешечку обязательно. Здесь точно такой же номер, то есть три такие номера и три такие. Вот у нас светленький номер, примерно тот будет именно такой же. Вот кондиционер. Кстати, эти кондиционеры отлично морозят. Телевизоры везут новые, сейчас поставят новые. Холодильник, двуспальная кровать, тумбочки, шкафчик для вещей и санузел. И еще покажу балкончик. Да, вот у нас такой санузел, зона принятия душа, туалет и умывальник. И балкон. Вот я снимала в прошлый раз обзор на колхозную 73. Вот это как раз выходит окна здесь, да? И здесь у нас вот такой балкончик. Здесь стульчики. То есть можете сидеть, отдыхать и дышать свежим воздухом. Сейчас покажу вам трешечки. Трешечки, в принципе, такие же по размеру. Они здесь побольше. Здесь двухспальная кровать. Диванчик раскладывается для ребенка, например. Сплит-система, холодильник, чайник, телевизор. Опять же скажу, везут на замену окна. Выходит на частный сектор. Большой шкаф и санузел. Просторные очень, кстати, даже номера. Вот и санузел такой же. С окошечком. Все чистенько. Никаких запахов нет. Очень мне нравится. Покажу этот тоже. Он чуть-чуть другой. Ну, тут, в принципе, размер комнаты одинаковый. Ну, интерьер немножко другой. По-разному расставлена мебель. Везде есть прикроватные тумбочки, телевизор, шкаф, сплит-система. Холодильник и санузел. Такой же показывать не буду. И вот такой номер здесь. В принципе, все то же самое. Только опять стоит по-другому все. Диванчик, тумбочки, двуспальная кровать, сплит-система, шкаф, телевизор, чайник и холодильник. Очень классно, что холодильник есть в номере. Мне нравится. И зона принятия душа. Все то же самое. Да, сейчас вам хочу показать еще один. Так, теперь я хочу пройти на второй этаж. Уже вот в этот отдельно стоящий дом. И покажу вам номера, которые здесь. Здесь у нас три номера. Двушечки. А, нет, двушечка здесь. Здесь тумбочки, двуспальная кровать, шкаф, сплит-система, телевизор. Стандартный такой же набор. Для отдыха самое то. Вот у нас будет туалет, вот душ. Вот у нас номер на четыре человека. Телевизор уже хороший установлен. Видимо, с этого дома начали. Сплит-система. Окна выходят на Геленджикскую бухту, санаторий. Стульчик, полотенчики, все постельное. То есть все есть. И еще один номер. Здесь у нас также душечка, две тумбочки, сплит-система, шкаф и телевизор. Вот. И покажу обязательно сейчас. Да, здесь у нас. А, вот здесь у нас получается душ. И здесь отдельно туалет. Он как раз к этим трем номерам. И холодильник. Я не знаю, относится ли он к этим номерам, но все же он тут имеется. Сейчас вам предлагаю пройти на море и посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы пришли на центральную набережную. Как мы видим, здесь самый пик, самое место, то, где много туристов. Все туристы, мне кажется, проходят здесь за свой отпуск не по разу. И Макдональдс, Сегирос, торговый центр Геленджик, торговый центр BB Passage. Тут полностью вся инфраструктура именно в этой части набережной. Сейчас я подойду к морю и покажу пляж, какие размеры пляжа и какой вид с пляжей. У нас уже распустились тюльпаны. Их очень много во всей набережной. Такая красота. Я считаю, что самое красивое время в Геленджике это апрель и май. Когда тюльпаны везде. Это разноцветные. Для меня вообще, что растут тюльпаны, для меня это дикость. А здесь они везде и такие красивые. Там, если посмотреть прямо, у нас поющий фонтан. То есть рядом же. Вот я пришла на пляж. Вот такой примерно пляж будет на центральной набережной. Вот у нас торговый центр Геленджик. То есть с этой квартиры мы выходим сразу на этот пляж. Вот у нас центральный причал идет большой. Откуда все кораблики уплывают в море на экскурсии. Вот даже видно морская касса. И отсюда тоже с этого причала тоже кораблики уплывают. В этой части набережной есть совершенно все. Это самый центр, считается, Геленджика. И кафе, и рестораны, различные заведения, ночные клубы, развлечения для детей. И просто прекрасный пейзаж этого города. Я считаю, что это не просто город. Это город-мечта для многих людей. Если ты мечтаешь о переезде в Геленджик, то осуществляй свою мечту. И переезжаю. Каждый человек достоин жить в таком месте. Я подбираю бесплатно жилье для туристов, чтобы вы, не дай бог, не попали в такую ситуацию, когда вы высылаете деньги за бронирование квартиры. Приезжаете сюда. Телефон собственника оказывается выключенным. Или вообще такого адреса даже не существует. Это у нас практикуется очень часто здесь в Геленджике. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. И прежде чем отправить деньги, сначала убедитесь в том, что действительно существует это жилье.